Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Опасно, я считаю, что это просто смена управления. Я не думаю, что сеть Вятка Банка, она уйдет с рынка, вот, закрыта в угоду монопольного какого-нибудь там, в том числе, Сбербанка. Это неинтересно. Деньги любят тишину, на самом деле, и, на мой взгляд, для Сбербанка сейчас задача этот актив оставить живым, работающим. А с точки зрения вкладчиков, тут ведь вопрос просто системы. Собственник сменился, но система, структура, она работает. Давайте подсидим, посмотрим. Сбербанк, с точки зрения владения, достаточно интересный игрок. Это не какое-то там непонятное физическое лицо, номинальный держатель. Я думаю, что он им распорядится достаточно аккуратно. Шевелев отметил, что сделка носит политическую окраску, а краску вопрос экономики в данном случае вторичен. Программа Экономика. Кировчане рассчитывают вернуть из бюджета более миллиарда рублей. Это сумма НДФЛ к возврату. Она посчитана по декларациям, которые кировчане представили в налоговую службу. Заявлено миллиард 120 миллионов рублей. Это на 17,5 миллионов рублей или на 2 процента больше, чем за соответствующий период прошлого года. Доплатить кировчане должны 55 миллионов. Сумма за год выросла в полтора раза. Всего к 1 апреля в налоговые органы Кировской области поступило почти 57 тысяч деклараций. Срок подачи документов истекает 2 мая. Экономика. На 101 АФМ. Далее информация от наших партнеров. Всем бизнесменам, независимо от масштабов деятельности, регулярно приходится иметь дело с налогами, декларациями и различной финансовой отчетностью. Решений у руководителя здесь несколько. Можно делать все самому, можно держать штатного бухгалтера, нанять приходящего. В последнее время бизнесмены все чаще прибегают к услугам специализированных фирм, говорит руководитель фирмы «Бухгалтер» и я, Татьяна Максимчук. Во-первых, специалисту не нужно выделять рабочее место. Во-вторых, это надежнее, нежели содержать штатного бухгалтера, поскольку финансовая ответственность прописана в договоре с организацией. И третье преимущество. Сотрудник такой фирмы всегда будет в курсе последних требований законодательства и оптимально подготовлен к ведению бухгалтерского учета. Абсолютно все бухгалтера, работающие у нас, имеют соответствующее образование и солидный опыт работы. Кроме того, регулярное повышение квалификации и пребывание в курсе всех изменений и требований к бухгалтерской документации – еще один залог профессионализма бухгалтера. Благодаря передаче бухгалтерских услуг на аутсорсинг у руководителя освобождается время для главного – ведения бизнеса. Если вы хотите оказаться в руках профессионалов, звоните 46 28 81. Фирма «Бухгалтер» и я. В завершении валютах доллар на сегодня 56 76 евро 60 рублей 26 копеек. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 АФМ.